Начальник центральной лаборатории Фондока рассказывает о начале своего трудового пути. На деревообрабатывающей комбинацию Злану Карпицкую привела любовь к древесным нотам. Сегодня опытный специалист и по совместительству народный делегат и не представляет себя в другом плова. Следить за качеством сырья – главная задача. Хочется отметить, что у нас лаборатория аккредитована, и лаборатория участвует во всех производствах, на всех этапах производства, изготовления продукции. Начиная от входного контроля материалов, оканчивая испытаниями готовой продукции. Хочется отметить такие виды испытаний, как определение формальдегида в клеенной фанере, определение радионуклида в древесине и дозиметрический контроль. Без крепкого профессионального коллектива ни о каком успехе речи быть и не может, Светлана Карпицкая уверяет. Высокое звание делегата Народного вечера – заслуга всего Фондока. Коллеги отвечают тем же поддержкой и восхищением. Так как Светлана Николаевна пользуется авторитетом у трудового коллектива и всех у работников Фондока, у своих подчиненных, то я считаю, что она достойна быть делегатом Всевелорусского народного собрания. На Всевелорусском собрании делегат Карпицкая главным вопросом для себя ставит поднятие престижа рабочих специальностей. От работников производства в основном зависит экономика нашей страны, а значит и благосостояние граждан в целом. Считаю, что нужно больше рассказывать о работниках, те, которые работают на заводах, в цехах, о рабочих династиях, о тех, кто всю жизнь посвятил себя любимому делу. Люди бы понимали, что для красивой жизни нужно трудиться. На повестке 6-го Всевелорусского собрания тем много экономика, медицина, промышленность, сельское хозяйство. Большое внимание к сфере образования. От профессиональности последней зависит успешность первых. С такого тезиса начался наш диалог с учителем высшей категории, директором 31-й школы Татьяной Тихановской. Профессия самая, что у меня есть, прекрасная. Никогда не жалела о том, что я работаю в системе образования. Не стремилась к карьерному росту, но так получилось в жизни. Всегда хотела быть учителем высокого профессионального класса, быть добросовестным, ответственным, авторитетным. Главной своей гордостью руководитель учебного заведения считает успехи школы. Победы на Олимпиадах самого разного уровня, современное оснащение кабинетов, компьютеры, интерактивные доски. Сюда же можно отнести и классы профессиональной направленности. С 2018-го 31-я школа в четверке лидеров специального профильного образования в городе. Отсюда выходят будущие исследователи и правоведы. Учителя не скрывают огромной заслугой в этом директора. Во всех вопросах мы всегда чувствуем ее поддержку, заботу, даже можно сказать, любовь к своим подчиненным коллективам. За это время ни разу не возникло мыслей смены своего рабочего места, потому что действительно работать очень легко. Кадры решают все, уверена делегат Тихановская. Поэтому в центре ее внимания молодые педагоги, в частности, закрепление их на первом рабочем месте. Здесь же и вопросы жилья, оплаты труда и в целом помощь государства. На сегодня существует все-таки проблема компьютеризации учреждений образования. И не только, я думаю, нашей школы. Потому что в век современных информационных технологий на сегодня организовать на достойном уровне образовательный процесс уже невозможно. Без интернет-ресурса в каждом учебном классе должен быть интернет. В каждом учебном классе должен быть компьютер, либо интерактивные средства обучения. Напомним, 6-е Всебелорусское собрание пройдет 11-12 февраля в Минске. В центре внимания программа социально-экономического развития страны на ближайшие 5 лет. Максим Кемель, Андрей Богдан, Бобруйск, 360. Субтитры создавал DimaTorzok